Привет, друзья! Ну вот, очередной день сурка в моей работе. День сурка, я его называю. Открываем, заходим, меняем, убираем, моем, застилаем. Все одно и то же. И вот, вы знаете, чтобы... А, вот смотрите, что я вам покажу, друзья. Сегодня уехала капл у нас. Денюшку мне чаевые оставили. Ура-ура! Вот, следующий номер. Открываем, заходим. Вай-вай-вай, что мы тут видим? Ну, вы знаете, сейчас уже у нас попроще все, потому что англичане у нас опять здесь останавливаются. Англичане в основном очень чистоплотные. За ними, в общем, убирать много не приходится. Вот до этого у нас были пакистанцы, друзья. Это, конечно, что-то. Я каждый день выносила по два огромных пакета черных мусора тяжелющих. После них, ну вот, такие семейства. Другая культура. Ну, а здесь вот, видите, англичане у меня в этой комнате. Большой вот. Это четырехместный номер. Вот стоит сейчас семья англичан. Посмотрите, как все чистенько, замечательно. Я вам не сняла то, что здесь было, когда здесь семья из пакистанцев снимала этот номер. Друзья, они составили все четыре кровати посредине, стащили все одеяло, все кругло. Ой, короче, какой-то бедлам, как там говорят у нас, срач. Срач такой мне оставляли, что дальше некуда. Ну вот, а здесь все пристойненько, приятно убирать. Так вот, этот день сурка. Сейчас вам дорасскажу. Скучновато мне, конечно. Все это делать одно и то же, каждый день по кругу. Так вот, я нашла для себя такую интересную, как сказать, игру, наверное, или что. Знаете, определяю вот по комнате, какие именно тут живут люди. Молодые, старые, английские, иностранные. Знаете, просто очень интересно. Для меня вообще великолепно. Ну вот, в частности, я вам хочу показать вот эту вот комнату. Вот, посмотрите. Это просто классический случай английской пары. Вот, посмотрите, как они спят. Это первое. Видите, вот они ушли сейчас. Вот видите кровати, да? Кровать застилается. Вот это вот подтыкается туда под одеяльник. Потом вот это вот сверху кладется красиво, да? Вот. Все это я убираю. И вот как они спят. Вот они ничего тут не вытащили. Я обычно вытаскиваю, потому что я сплю беспокойно. Боже, у меня что на кровати? А здесь вот, пожалуйста, вот он и она с цветочком. Вот они встали. Как и спали. Как они спали. Понимаете, что я говорю, да? Посмотрите, какие они смешные. Они даже в одну сторону встали. Хотя странно, что они друг к другу. Но, тем не менее, вот это вот классический случай. Как англичане себя ведут. Вот еще классический случай. Всегда привозят, ну не всегда, а чаще всего, вот свои подушечки или свои наволочки. Помимо того, что у нас есть прекрасные белые, замечательные. Это, по-моему, даже немножко жалкие. Но, тем не менее, своя привезенная. Дальше обязательно они привозят часы с собой. Бугельнички. Это почти в каждой комнате, друзья. И вот еще классический случай английский. Посмотрите, они привозят вот такие маленькие фейс-полотенца, называется. Фейс-тауэр. Малюсенькие. Вот, пожалуйста, женская висит. Аккуратненько, замечательно. И вот мужской висит, коричневый. Немножко неаккуратно, но тоже все замечательно. Вот такая капл. Великолепно. Я всегда, знаете, когда смотрю вот номера, мне всегда, я всегда представляю, захотела ли бы я. Здесь остановиться, как бы мне понравилось или нет. Но вот это вот прямо сказочная такая, согласитесь. Просто сказочная кровать. Вот еще одна английская пара стоит. Визитерс. Посмотрите, опять будильник. Видите? Там еще таблеточки в уголке иногда какие-нибудь. Ну, мобильные телефоны, само собой. Тут уж никуда не деться. Ну, видите, все аккуратно. Это вот я еще даже ничего не делала. Они уже все сами застелили, как положено. И чаще всего, как ни странно, вот сейчас стали меньше оставлять чаевых. Не знаю, с чем связано. Но, вы знаете, вот чем культурнее люди, вот чем они оставляют чище за собой комнату, они и чаевые оставляют. Понимаете, как интересно. Вот еще, пожалуйста, посмотрите. Вот спали люди, да? Пара. Вот они встали. Ага. Так, раз. Все как было. Я не знаю. Я не уверена, что они вот это вот уже застелили. Нет, они встали и пошли. Видите? Но насколько аккуратно вот они спят. Просто я поражаюсь иногда. Ну, и вот еще классический случай. Англичане вот так всегда ставят чашки переворачивающие. Вот чашка даже и не мытая у них, видите? Грязная. Но вот они ее перевернули. Напилить чаю. Да, ну и вот последний номер. Я просто обожаю. Друзья, здесь у меня постоялец мужчина. Визитер, как сказать. Ну вот, который мужчина. Представляете? Вот он настолько, наверное, педант. Посмотрите, как у него все аккуратно. Очень все аккуратно сложено. Все расставлено. Все развешено. Это вот он спит вот на этой кровати. Я ничего не убирала. Вот я только зашла. Посмотрите, он все сам убирает. Посмотрите, эта кровать не тронутая. Опять у нас он один живет. Как у него все классно. Просто загляденье. И вы знаете, что интересно. Что, скорее всего, вот он будет выезжать. Он мне еще и чаевые оставит. Посмотрите, как у него все чистенько. Убирать ничего не надо. Вот опять этот вот замечательный, замечательное полотенышко. Полотенышко черное мужское для лица. Фейс маленькое. Все у него тут чистенько, замечательно. Молодец. Спасибо. Сэр, как сказать. Посмотрим. Я даже загадала. Он наверняка будет уезжать, оставит мне чаевые. Такой дядечка замечательный. Это я вам рассказываю, как вы понимаете. Сама себя веселю, чтобы мне тут уж совсем не крученится. По поводу своей работы. Что я могу сказать вам по поводу работы. Ну, вот здесь, кстати, тоже неплохой вид. Только посмотрите, какие старые окна. Боже. Говорю, что отель старый. Давным-давно надо все менять. Но вид опять на Old Village великолепный. Вот что я хочу сказать. Чтобы мне с ума не сходить, сам себя веселю называется. Ну, вы знаете, как мне и говорили мои друзья. Да и подписчики мои друзья. Вы мне говорили тоже, что, ну, наверное, месяц поработаю и попривыкну. Ну, и вот я работаю уже почти два месяца. С 6 июля я работаю. И вы знаете, как-то втянулось называется. Вот хотела бросать, сейчас думаю, нет, еще поработаю. Немножко денежки нужны. Ладно, еще поработаю. И как-то, вы знаете, день за днем, день за днем, и уже как-то все потихонечку попривыклось. И вроде бы даже и ничего. Так что вот, друзья, что хочу вам сказать. Потихонечку попривыкла. Поработаю пока, посмотрю. Вот вы меня просили. Ну, я вам и показываю свою работу в отеле. Отель, да, простенький. Соглашусь с вами, кто-то мне сказал, фу, какой отель. И комнаты, люкс, странно. Такие они плохие, неухоженные. Да, отель старый. Но это вот классический вариант английского отеля, друзья. Все, пока-пока. Пока-пока.